Веселый старт и большой шумный спортивный праздник. Его любят и дети, и их родители. Где еще можно так порезвиться и активно отдохнуть? Но в первую очередь это мероприятие призвано привлечь к занятию спортом как можно больше детей. Участие в соревнованиях дает возможность ребятам применить на практике технические и тактические навыки, полученные на уроках физкультуры, проявить свое умение в организованной игре, познать радость побед и горечь поражений. Совершенствование спортивного мастерства и моральных качеств обязательно пригодится им в дальнейшей жизни. Тему продолжит наш корреспондент Лариса Вольнова. 18 мая во дворце спорта «Видное» состоялся областной финал соревнований «Веселые старты». Мероприятие отличилось небывалым размахом. 270 участников и около 3000 зрителей из городских округов Климовск, Королев, Фрязино, из Павлопосадского, Солнечногорского, Зарайского и других муниципальных районов. В числе финалистов и команда Ленинского района из сельского поселения Володарское. Мы участвовали сначала в отборочном туре в Московской области, в лице «Парус» в городе Держинского. Там мы заняли второе место. И так как мы принимающая сторона и очень неплохо выступили, нас позвали в финал областных соревнований. В открытии соревнований участников поприветствовали министр образования Московской области Марьяна Кокунова и глава Ленинского района Сергей Кошман. Сегодня спорт становится необходимостью в жизни наших детей. Это важно, это здорово. Это говорит о том, что они уже на своем современном уровне воспринимают необходимость физического здоровья как важную составную часть комфортной жизни. Одним из главных сюрпризов стало участие Олега Жолобова, министра физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области в качестве комментатора соревнований. Группы поддержки и болельщики активно поддерживали спортсменов плакатами, кричалками и громкими аплодисментами. Мы болеем за нашу одну команду из первой гимназии школы. Мы из города, краснознамец. В программе веселых стартов. Бег с эстафетной палочкой, скакалка под ногами, ведение баскетбольного мяча с змейкой, разгрузка арбузов и сложная комбинированная эстафета. Не одна эстафета, а несколько эстафет. Они все продуманы, очень интересные. Но некоторые я видела впервые. Впервые. И я рада, что многие учителя физкультуры, которые здесь присутствуют, перенесут этот опыт на своих ребят, на те школы, в которых они работают. Ребята с удовольствием выполняли задания, даже если встречались с трудностями. Я участвовала в арбузах, и очень там тяжело было. Там надо быстрый мяч передавать, и у нас не очень так получалось. Но мы все равно старались. Члены компетентного жюри, а также судейская коллегия, в состав которой вошли учителя физической культуры, профессиональные спортсмены, подвели итоги соревнований. Первое место заслуженно досталось Солнечногорску. Второе – команде Воскресенского района, а третье – ребятам из Зарайска. Жюри также отметила и группы поддержки. Команда Ленинского района получила приз зрительских симпатий. Бориса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.